Вести Карачаева, Черкесия Вчера в Государственной Думе страны составился ежегодный отчет правительства России. Премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал об основных итогах прошлого года. Для нашего государства и Карачаев-Черкесии, в частности, 2022-й стал годом кардинальных перемен, серьезных вызовов и возможностей. И все эти возможности мы использовали с максимальной результативностью, написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. По его словам, несмотря на непростую геополитическую ситуацию и мощнейшее давление на экономику России, наша страна стала только сильнее и закаленней. Серьезных успехов удалось достичь в развитии промышленности и сельского хозяйства для укрепления продовольственной безопасности, образования и здравоохранения. Расширен пакет социальной поддержки населения. Колоссальные результаты продемонстрировала Россия в жилищном строительстве. Карачаев-Черкесия внесла свой вклад в достижение поставленных задач и целей в реализации нацпроектов, нацеленных на повышение уровня жизни наших граждан. Так, в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 127 объектов. Работы запланированы и на этот год. Предстоит отремонтировать и реконструировать 202 социально значимых объекта. Руководитель республики отметил, что строительный сектор, как в целом по стране, так и у нас бил рекорды. Карачаев-Черкесия на четвертой позиции в рейтинге регионов-лидеров по реализации мероприятий строительной отрасли. Несмотря на сложности, обеспечено досрочное завершение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий и ремонту дорог. Кроме того, в прошлом году в регионе в рамках реализации нацпроекта «Демография» был построен и открыт новый корпус пансионата для пожилых людей. Созданный и центр для выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник». Вместе с тем, по программе «Земский учитель» в республике 22 учителя стали победителями программы по получению единовременной выплаты в размере миллионов рублей, а также региональной выплаты в размере 100 тысяч. В рамках реализации национального проекта здравоохранения приобретено 6 единиц автомобильного транспорта. В медицинские учреждения республики поставлено 89 единиц медоборудования. При этом 34 единицы оборудования были приобретены дополнительно в связи с образовавшейся экономией денежных средств. В общей сложности в прошлом году Карачао-Черкесия участвовала в реализации 45 региональных проектов в рамках 12 приоритетных национальных проектов. Это демография, экология, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные качественные автомобильные дороги и другие. Еще один весомый вклад внесла наша республика в укрепление продовольственной безопасности страны как минимум по двум направлениям. Во-первых, запущено крупнейшее в стране производство по переработке баранины с высокой мощностью переработки до 1 тысячи тонн готовой продукции в месяц. Во-вторых, лишь за минувший год на территории республики заложено 101 гектар яблоневых садов. А к 2030 году власти Карачао-Черкесии планируют увеличить площадь теплодовых насаждений до 2000 гектаров. 14 апреля текущего года службой занятости населения и оригинальным отделением партии «Единая Россия» планируется проведение первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». К участию приглашаются предприятия, испытывающие кадровую потребность в IT-отрасли, строительстве и сельском хозяйстве. В ярмарке примут участие промышленные перерабатывающие предприятия, а также образовательные организации высшего и среднего специального образования, которое готовит специалистов по наиболее востребованным в республике профессиям. Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, а также консультации по профессиональной ориентации и профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» будет проходить в два этапа. Оригинальный этап состоится 14 апреля, а федеральный – в июне текущего года. В рамках государственной программы содействия занятости населения Карача-Чекеси службой занятости населения реализуются мероприятия содействия самозанятости безработных граждан. В частности, в рамках данного мероприятия безработным гражданам, желающим открыть собственное дело, служба занятости оказывает единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году финансовую помощь получили 24 безработных гражданина, в том числе 18 людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этой поддержке они организовали собственное дело в сфере разведения крупного рогатого скота, открытое ателье по ремонту одежды, производство по изготовлению кондитерских и металлических изделий, по пошиву шапок, а также созданию частного барбершоп-кабинета и т.д. В текущем году также планируется оказать поддержку 24 безработным жителям региона. Наряду с капитальным ремонтом здания будет благоустроена и территория, прилегающая к музыкальной школе Черекеска на Даватора. Мэр города проинспектировал с коллегами ход работ на объекте, ремонт которого должен завершиться уже в следующем месяце. Здесь обновили все кабинеты, актовый зал, санузлы, заменили старые полы и двери, систему отопления и электропроводку и старую мягкую кровлю на современную мембрану. Покрасили также фасад здания, капремонт которого не проводился с 1974 года. Сейчас полным ходом идут отделочные работы. На прилегающей территории будет обустроен тротуар с асфальтовым покрытием, установят четыре столба уличного освещения со светодиодными лампами, отремонтируют и расширят автодорогу. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачао-Черекес и какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? На эти вопросы ответит начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация. Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть, мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Завершено строительство новой мечети в ауле Ир-Сакона Дагихабльского района. Торжественное открытие объекта состоялось вчера, в первый день Рамадана. Жители аула поздравил председатель правительства Корчачьи Кейси Мурат Аргунов. Он выразил уверенность в том, что мечеть станет для жителей Ир-Сакона и всего района важнейшим духовным центром, источником просвещения, будет внести знания и духовность, а также внесет свой вклад в укрепление единства народа в республике. Новая мечеть рассчитана на 350 прихожан, площадь здания около 520 квадратных метров. Строительство объекта осуществлялось совместными усилиями неравнодушных жителей региона. По требованию прокуратуры Урупского района перед субъектами предпринимательства погашены долги по исполненным контрактам на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей, комментирует старший помощник прокурора Корчачьи Кейси по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Прокуратура Урупского района провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты исполненных контрактных обязательств. Установлено, что в июне и в декабре 2020 года Урупская центральная больница заключила муниципальные контракты с юридическими лицами на поставку медицинских препаратов. Хозяйствующими субъектами обязательства по поставке были выполнены, однако заказчикам оплата за поставленные товары своевременно не была произведена. Данные обстоятельства послужили основанием для внесения прокуратурой Урупского района представления. Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по контрактам перед предпринимателями погашена в полном объеме. За два месяца текущего года специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачао-Черкеск Энерго выявили около 50 фактов безучетного потребления электроэнергии почти на 372 тысячи киловатт-часов. Тему продолжит Надежда Алакаева, главный специалист службы по оригинальной работе Департамента по взаимодействию со СМИ. Этого объема энергоресурсов хватило бы для электроснабжения в течение 10 дней всего населения Урупского района, где проживают около 25 тысяч человек. В денежном выражении ущерб составил более 1 миллиона рублей. Наибольшее количество фактов воровства электроэнергии обнаружено в зоне ответственности Зеленчукских райэлектросетей, где специалисты пресекли 17 случаев несанкционированного потребления энергоресурсом. А самый большой урон на сумму свыше 530 тысяч рублей энергокомпании нанесли три недобросовестных потребителя в Узжигутинском районе. По каждому факту энергетики составили акты о неучтенном потреблении. Сумма ущерба при этом у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы, у физических с применением нормативного показателя потребления электроэнергии. В итоге сумма к оплате может увеличиться в десятки, а то и сотни раз. Недобросовестные потребители электроэнергии должны осознавать, что несанкционированное подключение к сетям грозит им не только увеличением суммы оплаты, но и представляет серьезную угрозу жизни, здоровью и имуществу из-за возможных скачков напряжения в сетях, коротких замыканий и возгораний. Энергетики призывают потребителей соблюдать правила энергопотребления и электробезопасности и экономить электроэнергию только законными способами. Это учащиеся 5-11 классов. Занятия провели преподаватели профильной кафедры лесного дела Северокавказской государственной академии. Популяризаторы науки рассказали, чем занимаются современные российские исследователи в сфере лесного дела и экологии и как можно присоединиться к этой работе. Участниками проекта «Билеты в будущее», в ходе реализации которого учащиеся 6-11 классов выбирают профессию, станут около 6 тысяч школьников, что вдвое превышает показатели прошлого года. В 2022 году было проведено 173 профориентационных уроков. Школьники прошли более 3 600 онлайн-диагностик. В общей сложности около 3 тысяч учащихся приняли участие в профориентационных уроках. Более 1 900 учащихся 6-11 классов прошли профессиональные пробы и получили рекомендации по выбору профессии. Республиканский фестиваль-конкурс любительских театров и мастеров художественного слова «Игра и театр» пройдет в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Дорогами памяти, дорогами мира». Мероприятие состоится 30 и 31 марта в Доме культуры аула «Кош Хабль» Хабесского муниципального образования. В первый день состоятся выступления детских театральных коллективов, театры-спутники, народных театров, студии, драм-кружки, театры кукол и мастера художественного слова. Возраст участников детской группы 10-17 лет. На следующий день состоятся выступления взрослых коллективов. 25 марта в Дворце спорта «Юбилейный Черкеска» стартует первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы Северокавказского федерального округа, которые поспорят за путевки на юношеское первенство России 2023 в Уфе. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. А в горах местами плюс 5-10 и сохраняется лавяна опасность. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 17 градусов выше нуля. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск в Равиларии Тонирова. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!